1 июня день защиты детей. В Житомире сегодня получили подарки дети бойцов АТО, погибших и выживших. Киборг оговаривается не случайно. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Пески, Славянск. Получил три пулевые хранения. Сейчас на праздники в Житомире с супругой и дочкой. Все люди, которые защищали своих детей на сходе Украины. Мы всегда желаем мирного неба над головой, чтобы они никогда не знали войны. Праздник устроили в рамках проекта «Дети необъявленной войны». Помощь его организации оказали и волонтеры, и артисты, и политики-оппозиционеры. Альбом, карпы, карандаши, фломастеры, конфеты и печенье. Подарки приготовили и для детей из семей, переселившихся с оккупированного востока страны. Не важно, в какой области ребенок, не важно, на каком языке он говорит, не важно, в какую церковь он ходит со своими родителями. Важно только то, что дети сейчас очень страдают от той непровозглашенной войны, которая уже три года идет в нашей стране. На одну сцену вийшли дети. Дети, которые реально стали жертвами неоголошенной войны, жертвами военного конфликта. Это дети из Донецкой и Луганской области, которые нашли другую родину на Житомирске. Это дети украинских воинов, которые защищали страну. В своем выступлении Юрий Павренко попросил поддержать школьников в Красногоровке из Донецкой области. В минувшее воскресенье снаряды боевиков частично разрушили здания их школы. Андрей Кровец, Алексей Горовой. Подробности телеканал Интер.